Всем привет! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua И сегодня в моих руках модель под названием One M7. Вот так вот называется. В чем особенность данной модели? Особенность в том, что на данный момент это самый дешевый китаец на процессоре MTK6589, то есть на четырехъядерном процессоре, из тех, которые мне доводилось держать в руках. Цена его на данный момент в Украине составляет, у нас из наличия в нашем магазине, 1140 гривен. Если интересно, давайте смотреть, разбираться, что за аппарат, стоит ли покупать или нет. Поставляется модель вот в такой вот коробке. Здесь у нас есть все характеристики данного аппарата. И в стандартном заводском комплекте есть... Сейчас в коробке посмотрю, что осталось. Есть гарнитура. Есть вот такая вот зарядка, блочок зарядки. И USB кабель. Также в комплекте поставляется вот такой вот интересный чехол. Бампер, который одевается на данную модель вот таким вот образом. Смотрится все это довольно-таки неплохо. Что можно сказать о корпусе данной модели? Спереди мы имеем вот такое вот стекло. Есть три сенсорных кнопки назад, домой, меню. Есть вот такие вот вставки пластиковые. Они из матового такого материала. Очень приятные на ощупь. Есть фронтальная камера, есть решетка под динамик. С этого бока у нас идет кнопка включения-выключения. Здесь качелька громкости, больше ничего. Сверху разъем под наушники и снизу микрофон, разъем под динамик. Ой, под USB кабель. Сзади крышка у нас не глянцевая. Она такая тоже матовая. Отпечатков практически на ней никогда не видно. Это плюс. Есть вот такие вот логотипы. Есть решетка под динамик. Есть камера на 8 мегапикселей и есть вспышка. Под аккумулятором, точнее под крышкой данной модели, находится следующее. Здесь у нас два разъема под симки, микро-SD разъем под микро-SD карточку, динамик, аккумуляторы. В комплекте два аккумулятора, поставляется емкость, их две 100 мАч. Только что уточнил по поводу двух аккумуляторов, которые я сказал нет. В комплекте поставляется один, и вот он один вставлен в наш телефон. Пока телефон будет включаться, как я его сейчас упакую, закрою, хочу сразу же сказать про корпус. Модель бюджетная, и поэтому вот сейчас я вам покажу, как тут проклеен экран. Значит, экран у нас вот такого образца. Он может даже немножко выходить. Тут была сверху пленка второстепенная, я ее снял, вот под ней осталась нормальная пленка. Итак, давайте начнем наш обзор с программы Antutu. Все, как я всегда делаю. Посмотрим технические характеристики данного устройства. Набирая данная модель 13828 баллов, в принципе, это довольно-таки слабый показатель, если учитывать то, что разрешение экрана здесь составляет 480 на 854, а процессор при этом у нас четырехъядерный, MTK6589 с частотой 1,2 ГГц. Графический ускоритель, само собой, PowerVR SGX 544MP. Значит, 8-мегапиксельная камера, 4,2 Android. Гиг оперативной памяти, 4 встроенных, где-то 2 доступные, ну, 1,5 в данной ситуации, доступные для пользования. Карточка памяти у меня стоит на 4 Гига. Значит, из того, что еще интересно посмотреть, это Antutu Tester, количество прикосновений. Значит, в данной модели их 5, этого достаточно для нормальной работы. И программа Z-Device Test, которую мы сейчас с вами скачаем через Play Market и посмотрим, удостоверимся, что Play Market тоже рабочий. По датчикам тут особо ожидать нет смысла, чего тут будет стандартный набор датчиков. То есть, это акселерометр, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, может быть, компас. Сейчас посмотрим. Значит, GPS, компас, Wi-Fi, Bluetooth, датчик приближения, датчик освещенности, есть вспышка. Вспышка такая очень-очень слабая. Гироскопов тому подобного нет. Прошивка данного смартфона это Android 4.2. Здесь все стандартно, то есть, абсолютно все функции, которые вы привыкли видеть в смартфонах. Здесь все это есть. Настройки Wi-Fi, Bluetooth, полноценный русский язык, никаких английских переводов здесь нет. И букв. Все настраивается. Клавиатура у нас также английский и русский без проблем. Основное в смартфонах это, конечно же, экран. В данной модели экран, блин, ну настолько бюджетный, что я, если честно, даже, наверное, не видел таких экранов в моделях прошлого поколения, в двухъядерных. Экран действительно очень плохой, мне не нравится. Я говорю открыто и честно, но если учесть, что модель стоит 1140 гривен за четырехъядерный процессор, то, наверное, некоторые люди будут с этим мириться. Значит, что с экраном? Он нормальный, он показывает, все в порядке, но у него сумасшедший негатив уходит. Картинка, когда мы его начинаем вертеть, крутить куда угодно. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, вот запас яркости это максимальный. То есть, если я поставлю на минимум, то тут его вообще практически не будет видно. То есть, только с максимальным запасом яркости. Если посмотрим картинки, какие-то такие более яркие, в принципе, он выдает эти цвета, он показывает более-менее нормально, если на него смотреть прямо. Ну, вот если я буду его вертеть, крутить, то, конечно же, эффект будет совершенно уже не тот. Идем дальше. По его возможностям производственным, по техническим данным. Модель очень интересна. Модель будет работать нормально и с современными играми, и с видео. Давайте посмотрим, как воспроизводится видео. Во-первых, с заводской прошивкой видео формата 720p, то есть, вот это вот мое стандартное видео, запускается без проблем. Звук, вот это максимальный уровень звука, довольно-таки тихий смартфон. Запускается нормально, все воспроизводится. Если же мы хотим запускать Full HD формат видео, то нужно доставлять программку. Я вот ее поставил. И запускаю через нее Full HD видео, потому что обычным проигрывателям почему-то не хочет оно. Так, значит, включим вот это. С этим разобрались. Если говорить о современных играх, я запускал самые, скажем так, такие популярные. Все идет довольно-таки хорошо. FPS на нормальном высоком уровне. Давайте смотреть, что из этого получается. Субтитры делал DimaTorzok также я тестировал в данной модели GPS и сделал несколько скриншотов, чтобы вы могли посмотреть особенности работы GPS. GPS я тестировал DimaTorzok. Значит, GPS я тестировал и в программке Navitello. То есть, нормально ловит спутники, довольно-таки быстро, только я поднес его к окну. И в GPS-тест тоже, в принципе, нормально все ловится. Поэтому с GPS-ом все в порядке. Если говорить о аккумуляторе. Аккумулятор здесь на 2100. то он работает, в принципе, нормально. Но вот, что я заметил, что разряжается он нестабильно. То есть, я тестировал его вот в программке Antutu Tester. Набрал он 600 баллов. Это довольно-таки хороший показатель, если учесть то, что модели с 2000-м аккумулятором и с 5-дюймовым экраном, такие как THL, W8, ZOP по 980. Они набирают порядка 500-600 баллов. То есть, это отличный показатель для смартфона, скажем так, такого уровня. Но вот, что я заметил. Во-первых, вот здесь, смотрите, тест начался в 12.11 и за 30 минут он разрядился до 73. Дальше он пошел разряжаться примерно по 30% за каждые полтора часа. То есть, разряд аккумулятора нестабилен. И то же самое у меня наблюдалось, только немножко в другой последовательности, в конце. Когда я запустил фильм на данном смартфоне, все изначально разряжалось последовательно. И в конце был такой обвал по заряду. То есть, аккумулятор работает хорошо, его хватает надолго, в принципе. Но работает, скажем так, не совсем стабильно. То есть, этого не нужно пугаться в данной модели. Еще сталкиваюсь с тем, что в таких бюджетных моделях очень важно обращать внимание на качество связи, на качество динамиков, на качество микрофонов. И это я проверил. Не зря у меня сейчас стоит сим-карта в данной модели. Я тестировал динамик. Могу сказать, что слышно довольно-таки хорошо, довольно-таки громко. Не нужно ничего при получении копаться в инженерном меню и увеличивать громкость. Плюс я записал такой просто краткий тестовую запись данного смартфона. Давайте сейчас ее прослушаем. Я записывал на стандартный, обычный диктофон. Алло. Раз, два, три. Алло. Раз, два, три. Раз, два, три. Алло. Поэтому можно сделать вывод, что динамики микрофона здесь нормальные. За это тоже переживать не стоит. В общем, вот такая вот модель получилась у китайцев. Модель называется One M7. Цена ее 1140 гривен. Значит, из того, что мне категорически не понравилось. Мне не понравился экран. Экран очень такой бюджетный. Теряет он свои цвета при самых различных углах наклона. Абсолютно. Я привык к другим смартфонам. Даже мой же UG2, тот, который на старой платформе, мне там экран больше нравится. Мне с ним комфортнее работать. Я уже не говорю там о Zopo 980, UMI X1, и Ocean X7. Это из другой оперы. Также не понравилась сборка. То есть, вот такое вот ходящее стекло снизу, нажимающееся, оно в каждом этом аппарате. Это два основных минуса данной модели. Все остальное, динамики, микрофоны, звук, технические возможности, что здесь четырехъядерный процессор, то есть, все современные нормальные игры будут запускаться без проблем. Графическое ядро будет с легкостью обрабатывать картинку с таким разрешением экрана, как данные модели. 800 на 480. Сенсор работает нормально. GPS работает. Аккумулятор довольно-таки емкий. И совсем забыл я рассказать о камере. Камера в данной модели идет от 8-мегапиксельная основная и, наверное, до 1,3 фронтальная. Что хочу сказать о камере. Фронтальная камера у меня нареканий не возникает. То есть, для этого уровня смартфона все, в принципе, нормально, достойно. Для Skype-а хватает. Если говорить о основной камере. Я заметил, что когда у нас освещение недостаточное, камера может сама по себе менять цвет окружающих фонов. То есть, белый цвет она может фотографировать как розовый. Она может высветлять. Это при недостаточном освещении. Так, в принципе, работает автофокус. Работает нормально и сама оптика. Вот сейчас я снимаю под лампой. Света предостаточно. И белый цвет у меня нормально фотографирует. То есть, я выложу фотографии, выложу видео, как снимает данная камера. Вы сможете посмотреть. Постараюсь показать вам вот те фотографии, которые с недостаточным светом. Как они получаются. Что из этого выходит. На этом все. Кому смартфон понравился, делайте свой выбор. Кому обзор понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мне очень приятно для вас делать видео. Спасибо, что вы с нами. Всего доброго.